Доброе утро! Мы продолжаем тему сахарного диабета и сегодня мы начинаем останавливаться на методах лечения при сахарном диабете. Основным методом лечения является диета, диета и физические нагрузки. Без них при сахарном диабете ни при первом, ни при втором типе мы не обойдемся. Пища состоит в белке, жире и углеводах. Основное при сахарном диабете это углеводы, то, что повышает уровень сахара в крови. Углеводы делятся на две большие группы. Легкие углеводы, мед, варенье, джемы, мармелад, шоколад мы не едим. И сложные углеводы. Для того, чтобы понять, сколько съедать углеводов, ввели понятие хлебная единица. Одна хлебная единица это 12 грамм углеводов. Передо мной две хлебных единички. Две хлебных единички. Две хлебных единички. Одна хлебная единичка. Одна хлебная единичка. То есть, все, что содержит углеводы, мы считаем как хлебная единица. Основное при диабете это дробный режим питания. Завтрак, обед, ужин. Остановимся на полноценном завтраке. Вермишелька. Завтрак, допустим, у нас будет в объеме три хлебных единички. Две столовые, две, три, четыре столовых ложки вермишели. Если четыре столовых ложки, это две хлебных единички. Мяска мы не считаем, грибы мы не считаем. Это две хлебных единички. Если к этому завтраку даже будет кусочек хлебушка, это три хлебных единицы. Если к этому завтраку мы добавляем какие-то овощи, это не считается. Ноль хлебных единиц. Яйцо это не считается. Огурчики не считается. То есть считается основное, это углеводы, то есть вермишель и хлебушек. Это три хлебных единицы. Еще раз, хлебные единички подсчитывается индивидуально. Учитывается вес пациента, физическая нагрузка. И тогда мы считаем от трех до пяти шести хлебных единиц. То есть человек тучный съедает три-четыре хлебных единички, молодой активный пять хлебных единичек за прием пищи примерно. Если нам хочется перекусить между едой, между обедом и ужином, мы можем перекусить фруктой в объеме одна хлебная единичка. Можно съесть пол бананчика, если активная нагрузка, можно и целый. Это все одна-две хлебных единички. Яблочко одна хлебная единичка. Это на перекусы. Еще раз, завтрак, обед и ужин. Три основных приема пищи. Легкие перекусы в объеме одна-две хлебных единички между едой. Перекусы мы делаем примерно в одиннадцать часов, в шестнадцать часов и обязательно перекус, особенно если инсулин зависимый, сахарный диабет, в девять часов вечера. То есть у нас полноценный ужин идет в пять-шесть вечера и перекус в объеме одна хлебная единичка. Допустим, вы съедаете бутерброд с кусочком сыра или с брынзой и со стаканом чая перед сном в объеме одна хлебная единичка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова